Друзья, всем привет! С вами Наталья Носова и Елена Сударикова. Мы рады вас приветствовать в Дарвинском музее на детском канале. И сегодня мы отвечаем на вопрос Светы Анухиной из Владивостока. Вопрос следующий. Как и когда появились ногти и чем они отличаются от когтей? Ну что, Лен, расскажешь про ногти? Да, я справа немножко расскажу про ногти. Ногти это свойство отряда приматы. Вообще в эволюции ногтей не то, что не должно было быть. Когти появились очень давно, раньше, чем шубы появились у приматов. Появился такой белок, как кератин, который может накапливаться, складироваться, утрамбовываться и образовывать какие-то структуры. Когти были раньше, потом появились разные шубы, а потом кое-кто 50 миллионов лет назад развернул когти, сохранив шубу и получил ногти. Это были приматы. О том, почему они это сделали, мы, наверное, поговорим лучше около них самих. У нас сейчас есть немножко обезьян, да и сами мы тоже. Но мы посмотрим на пальчики разных обезьян, когда мы в хранилище. А у большинства животных что осталось? Ну, у большинства, конечно, когти. Конечно. Ну, а зачем они появились-то, ногти? Зачем приматам ногти? Ногти у приматов хотела доезжать интригу до конца. Ногти у приматов появились потому, что приматы ориентированы на древолазание. То есть, это изначально древесные животные, хотя, опять же, некоторые приматы переучились, но немногие. Большая часть древесные животные. Их хват древесный организован не так, как у грызунов, не так, как, например, у белок. То есть, они не когтями хватаются, а у них пальчиковый захват, узкий достаточно, такой плоский. В ногтах очень много плюсов. Единственный минус в том, что вы не можете сжимать кулак. Кулак у вас будет вот такой. У них это прижилось, потому что приматы социальные животные, и они друг другу помогают чиститься. То есть, у них был отбор на то, чтобы пальцы были плоские, тонкие, и чтобы когти не выступали вперед, чтобы они лежали плоскими подушечками и не мешали. То есть, нормальным животным когти помогают жить, а приматам ногти не мешают жить. Скорее, так об этом можно сказать. И они им не нужны, потому что у них поменялась социальность, немножко поменял свой уклад. То есть, они перестали когти для чего бы то ни было использовать. Наверное, можно сказать, что ногти это такие рудиментарные когти, то есть, недоделанные. Мне кажется, что это ещё связано с тем, что у нас широкие подушечки пальцев, потому что они очень чувствительные, и у нас осязание тоже очень важно. Это правда, явно важное осязание, для этого тоже, конечно. Это тоже одна из важных функций. Чаще упоминается всё-таки социальности, что когти не были нужны, не были востребованы, а потом и совсем перестали вырастать, потому что даже для того, чтобы почесать себя, они не понадобились, потому что тебя почешет сосед и своими ловкими пальцами вынет всех блошек в процессе груминга. Слушайте, друзья, вообще на самом деле возникает вопрос, а что на самом деле-то лучше? Я понимаю, что у нас выбора нет. С чем мы родились, тем и живём. Но вот на самом деле, если бы у вас выбор, что бы предпочли, когти или ногти? Потому что когти у животных необычайно разнообразны. Они, как уже Лена сказала, состоят из белка кератина, и они покрывают концевые фаланги пальцев у животных, у многих. Вот. И когти используются очень по-разному. Да? Это не только для груминга, но и с их помощью можно охотиться, добывать пищу, можно лазать по деревьям, можно обороняться. Ну, в общем, кучу всего можно при помощи когтей сделать. Ну, наверное, да. Пойдём в хранилище. Пойдёмте в хранилище. Пойдёмте. Посмотрим. Ну что ж, друзья, мы вам уже показывали зубы. Ну, а сегодня Дарвиновский музей покажет вам когти. И начнём мы с хранилища птиц, потому что у птиц у многих есть выдающиеся совершенно когти. Вот. Ну, кстати говоря, когти есть и у рептилий, у многих. Вот. А у амфибий с когтями всё гораздо сложнее, но об этом мы поговорим немножко позже. Выдающиеся когти, например, у хищных птиц, которые они могут использовать для захвата добычи. И давайте мы с вами посмотрим, например, на беркута. Прошу вас. Вот, посмотрите, у нас здесь стоит беркут, рядышком могильник. И обратите внимание, какие мощные когти у этих птиц. Эти когти позволяют хватать и удерживать добычу. И мало того, например, у беркута настолько мощные и сильные мышцы лап, что хватая, например, молодую лисицу или молодого волка, беркут своими лапами просто переламывает животному шейные позвонки. Но если мы с вами вспомним о других птицах с большими когтями, например, вспомните попугаев, да, им когти прежде всего нужны для того, чтобы лазать по деревьям. Они используют для этого, безусловно, клюв, но когти здесь играют немаловажную роль. Когти есть у птиц не только для того, чтобы ими хватать добычу. У некоторых видов птиц когти используются для груминга, и на когтях есть специальные гребенки, при помощи которых они ухаживают за своими перьями. Такие гребенки, например, есть на когтях у цапли. Давайте посмотрим. Вот перед нами цапля. Если мы внимательно рассмотрим средний палец, то с внутренней стороны коготь не гладкий, а он имеет такие выступы, он ребристый на ощупь, и именно этот коготь используется для ухода за таким довольно красивым и интересным оперением этой птицы. Но самые, пожалуй, удивительные когти есть у гаоцинок. Давайте тоже посмотрим на эту удивительную птицу. Эта удивительная птица, вообще у нее много замечательных свойств. Называют ее еще птица-корова, потому что птицы эти питаются почти исключительно листьями деревьев. Это не очень питательная пища и требует много усилий для ее переваривания, и поэтому у гаоцинов очень крупный зоб, который занимает много места. Вот этот зоб служит резервуаром для того, чтобы ферментировались листья. Ферментация проходит довольно длительно, и во время ферментации вырабатывается крайне неприятный запах, напоминающий запах свежего помета коров. Собственно говоря, поэтому гаоцинок называют иногда птицей вонючкой или называют птицей коровой. Летают эти птицы не очень хорошо, потому что у них недостаточно места для того, чтобы были хорошо развиты грудные мышцы, необходимые для полета. Но у этих птиц есть другая совершенно удивительная особенность. У птенцов гаоцинов очень хорошо развиты на крыльях пальцы и очень хорошо развиты когти. Эти пальцы и когти нужны им для того, чтобы лазать по дереву. Если вдруг появляется какая-то опасность, то птенец гаоцина совершенно бесстрашно может выпрыгнуть из гнезда. Птенец очень хорошо плавает, он доплывает до своего родного дерева и потом при помощи этих когтей на пальцах крыльев залезает обратно в свое гнездо. Но, к сожалению, у взрослого гаоцина мы пальцев и когтей не увидим, потому что они исчезают примерно в возрасте трех месяцев. Но, тем не менее, это уникальная птица. Ничего подобного больше науке не известно. Итак, мы с вами поговорили о когтях у птиц. Ну а сейчас мы отправимся в хранилище млекопитающих и посмотрим на когти и ногти млекопитающих. Нашему отряду, отряду приматы, 65 миллионов лет. И вообще-то, древнейшие приматы видели, как вымирают динозавры. Но на костях тех животных, во-первых, мы редко находим от них фаланги пальцев, потому что это были маленькие древесные животные, напоминающие крыс внешне. Мы не часто находим фаланги и не очень понятно, у них ещё когти или уже ногти. Однако, вот начиная с 50 миллионов лет назад, находки на территории Америки, Европы и Африки, они показывают, что у приматов появились ногти. Чем ноготь принципиально отличается? Тем, что он не узкий и острый, а он плоский. То есть, он в сечении плоско прилегает к пальцу, к фаланге, обеспечивая ширину, как правильно заметила Наташа в нашем видении. И, в принципе, большинство приматов, вот какого примата не поймай, не схвати, у меня в руках потто замечательный, африканский. Какого не схвати, на руках, на ногах будут ноготочки. Вот можно увидеть, такое маленькое животное, не совсем может быть похожее на обезьяну, но и зубная форма у какой обезьян, образ жизни и вся генетика. И здесь вы можете увидеть, что на ручках, да, ноготки, что на ножках. Но, если присмотреться к ногам внимательно, то можно увидеть, что не все пальцы являются ногтями. У многих приматов, у лемуров, у лори, одним из которых является потто, у них сохраняются на ногах часто вот такие вот когти, ну их называют туалет-клоу, да, туалетный коготь, коготь для груминга, и они ухаживают за собой. Но нужно понимать, что такой коготь нужен животным одиночным, то есть у них еще осталось средство, чтобы где-то почиститься, поковыряться, какое-то насекомое себя сфотографировать и так далее. Вот буквально один такой коготок. Все остальные ногти, они плоские и, в общем, такие же, как у нас, хотя и маленькие. Фаланги пальцев под такие ногти расширены, и если вы зоолог-исследователь, то вы всегда можете, найдя достаточное количество фаланг животного или животных, сказать, чем заканчивались эти пальцы. Ну вот, собственно, у приматов это ноготки, что удобно, даже таких примитивных, как потто. Есть более прогрессивные приматы, например, тоже не самые сложные, может быть, как вот такие вот галага, замечательный, пушистенький, тоже. Люди очень удивляются, что это обезьяна, на самом деле, да, просто они сохранили многие примитивные признаки. Они нашли такие места на земле, где они могут не очень быстро революционировать, то есть места, которые не изменяются. Если экология одна и та же, животное тоже долго остается одним и тем же. И тоже вот здесь можно посмотреть на его пальчики. Видно, что ногти довольно длинные. Понятно, что маникюрными ножницами в природе никто галага ноготки не стрижет, хотя дома это делается, но они плоские, квадратные и хорошо видно. И то же, что я говорила, на стопе, все почти ногти, вот один указательный палец с коготочком. То есть тоже мы понимаем, что эти животные не живут большими группами, не ухаживают друг за другом. Им нужно какое-то оставить средство ухода за собой. Это вот такое вот нога для груминга на ноге. Кстати, обратите внимание, какая замечательная вообще вся стопа, как сильно большой палец у приматов на ноге отходит в сторону, как наша рука прямо выглядит. И, ну, в общем, да, видно, что тут тоже ноготок. Не у всех приматов, кстати, вообще привычно нам число пальцев, вот Потто, который я показывала, может быть, извините, вернусь к нему, может быть, заметили, у него указательного пальца вообще нет. На нем нет ноготка и нет совсем указательного пальца на руке. То есть на ноге он есть, но с когтем, а на руке редуцировал, чтобы был такой огромный крючок, чтобы было удобно держаться с деревьями. И это как раз то, о чем она говорила, наше эволюционное преимущество вообще, как отряда, что у нас руки хорошо адаптированы к хватанию, именно не к висению на когтях, а именно к хватанию пальцами и удерживанию пальцами предметов. Когда-то это было полезно, чтобы лазить по деревьям, но нам с вами пригождается, чтобы пользоваться своей мелкой моторикой, сидеть в смартфонах, паять, плести из бисера, делать другие полезные для жизни вещи. Еще хочу показать вам прогрессивного относительно примата, ну как нашего конкурента, на самом деле, по эффектуальному уровню среди приматов, наверное, вот такого маленького капуцина. Это американская обезьяна. В принципе, в стране будет то же самое, то, что я говорила, о том, что на пальчиках вы увидите ногти, да, все то же самое. Вот, у него очень большой объем мозга для такого маленького тельца, и капуцинов вы можете видеть во многих кинофильмах, потому что они классно справляются с разными сложными задачками, то есть они хорошо понимают, что от них хочет режиссер, что куда надо нести, умеют шутить, как в «Пиратах Карибского моря» делал капуцин несколько раз. И в Америке же есть одно исключение. В Америке есть обезьяны, у которых на пальцах не так уж много ногтей. Это вот такие разные грунки и тамарины. То есть все обезьяны уже больше 50 миллионов лет лазят по деревьям, хватаясь вот так вот пальчиками, как и мы с вами, если залезаем на какую-то лесенку, если на дерево, мы хватаемся пальцами, никто на ногтях висеть не пытается, даже если у какой-то девушки длинные крепкие ногти, она все равно не будет на них висеть на дереве, все равно будет хвататься пальчиками, это наше обезьянье свойство. Но вот игрунки, они вторично научились пользоваться ногтями, как когтями, у них только на большом пальце остался ноготочек, а все остальные пальцы с когтями. То есть если вы посмотрите на эту ручку, видно, что пальцы длинные, цепки обезьяньи, но на концах всех пальчиков будут уже небольшие коготки. То есть вот такие маленькие американские обезьянки, они научились лазить так же, как это сделали грызуны. Ну, вряд ли для них это эволюционно хорошая ставка, потому что уже многие животные умеют лазить с помощью когтей по деревьям, конкурировать с ними будет сложно вторично, но однако игрунка пока что каким-то образом получается. Итак, у всего нашего отряда, ну и также если бы мы смотрели с вами на шимпанзе, гориллы рангутанов, на мартышка макаков, на человека современного мы находим уже только ногти. У всех высших приматов, которые лазят по деревьям, хватаясь пальчиками, и которые могут друг друга грумить, которые не сами за собой ухаживают, вынимая из своей шерсти разных паразитов, которых у диких животных всегда много, а которым помогаются родичи. И эти постоянные друг друга касания формируют социальную среду обезьян. Как мы с вами обнимаем членов своей семьи, каких-то любимых коллег, кому как повезло. Как мы с вами тактильно укрепляем какие-то связи в нашем сайте, социуме. Так это же делает обезьяна с помощью своих ловких пальчиков с плоскими ноготками. Ну что ж, давайте посмотрим на самые выдающиеся когти в животных. Если мы говорим о когтях, то сразу представляется какой-то хищник. И действительно у многих хищных млекопитающих довольно крупные выразительные когти. И вот давайте с вами посмотрим на этого прекрасного вальяжной позе развалившегося очкового медведя. Он как будто специально сделан для того, чтобы мы могли во всех подробностях рассмотреть его когти. Посмотрите, действительно они внушительного размера, как, впрочем, у всех остальных медведей. Вот, потому что мы здесь видим, рядышком стоят и другие виды медведей, но у всех видов медведей когти очень и очень крупные. Но самые выдающиеся когти все-таки не у хищников. Обратите внимание вот на это животное, это муравьед. Животное вроде бы не хищное и вроде бы не опасное, но тем не менее посмотрите, какие у него огромные гигантские когти, особенно на передних конечностях. Зачем животному, вполне себе безобидному, такие огромные когти? Муравьед питается муравьями и термитами. Термитники жесткие. И вот, когда муравьед обнаруживает термитник, он при помощи вот своих этих огромных устрашающих когтей разрушает этот термитник для того, чтобы добраться до своего любимого корма, до своей пищи. Но надо сказать, что гигантский муравьед еще при помощи своих когтей на передних конечностях может и обороняться. И даже такой серьезный хищник, например, как ягуар, чаще всего не связывается с муравьедом, потому что он принимает вот примерно такую позу, как мы видим на этом экспонате. Он встает на задние лапы и начинает размахивать своими передними конечностями с огромными когтями и, в общем, может нанести хищнику, нападающему на него, довольно серьезное ранение. То есть когти, это не только для того, чтобы добывать пищу, в данном случае когти еще помогают ему обороняться и спасаться даже при нападении довольно серьезных хищников. Еще одно удивительное животное, тоже питающееся, кстати, муравьями и термитами, обитает оно в Африке, напоминает одновременно поросенка, зайца и кенгуру, а называется это животное трубкозуб. И у него тоже совершенно выдающиеся когти. Давайте посмотрим. Итак, посмотрите, перед нами совершенно удивительное африканское животное. Называется это животное трубкозуб. Еще называют его земляным поросенком. Он великолепно роет. И роет он благодаря своим огромным-огромным когтям, которыми снабжены его лапы. Посмотрите, считается, что это одно из самых эффективных животных-копателей. Лучше других справляется с рытьем нор. Вообще, животное удивительное совершенно. Она одновременно напоминает поросенка, действительно, потому что его морда оканчивается таким вот свиным пятачком. У него зайчьи уши и хвост, как у кенгуру, довольно мощный. Трубкозубы, как и муравьед, питаются муравьями и термитами. И при помощи таких когтей он не только роет, но и разрушает, например, термитники для того, чтобы добраться до еды. В случае же, если вдруг на трубкозуба напал какой-нибудь хищник, то трубкозуб, конечно, при помощи своих когтей может довольно эффективно защищаться от врагов. Он защищается, либо вставая на задние конечности, опираясь на хвост, и защищается, размахиваясь передними лапами. Либо, в случае, если это оказалось не очень эффективно, то он ложится на спиду и обороняется всеми четырьмя лапами. В общем, тоже довольно здорово. Удивительный совершенно зверь, он единственный в своем отряде. И, в общем, близких каких-то родственников среди землекопитающих у него нет. У трубкозубы, безусловно, выдающиеся когти. Но многие, наверное, смотрели фильм Люди Икс и помнят одного из главных героев этого фильма, Росомаху, у которого тоже были совершенно потрясающие когти. Ну, фильм, конечно, фантастический. Правда, когти у Росомахи вырастали не из концевых паланг пальцев, а из запястья. Давайте посмотрим на настоящую Росомаху. Какие когти у животного Росомахи? Вот перед нами два чудесных экспоната. Это Росомаха обычной, типичной окраски. Это Росомаха альбинос, необычной белой окраски. Вы знаете, что у нас в музее собрана огромная коллекция животных необычной окраски. Не только млекопитающих, но и птиц. Так вот, если герой фантастического фильма Росомаха имел такие втяжные когти, то есть он их мог выбрасывать и мог убирать при необходимости, то среди животных, пожалуй, мы такое встречаем только у кошачьих. Есть, правда, еще некоторые виды виверовых, у которых когти тоже втяжные. А вот у зверя Росомахи когти вполне себе стандартные. Кстати говоря, хоть Росомаха зверь небольшой и производит впечатление такого маленького умильного медвежонка, на самом деле Росомаха очень серьезный хищник, серьезный охотник. И особенно в зимнее время Росомахи способны охотиться даже на крупных оленей. Росомаха стопоходящая, как медведь. И при этом у нее еще очень широкие подошвы, поскольку таежные звери, а в тайге рыхлый глубокий снег. У нее, как снегоступы, очень широкие лапы, которые позволяют ей бежать по глубокому снегу, не проваливаясь. Вообще, она одна из самых выносливых хищников, потому что может очень долго преследовать, буквально измором брать свою добычу. Итак, мы с вами немножко посмотрели на чуть числа млекопитающих. Сейчас мне хотелось бы вам рассказать еще об одном удивительном обладателе когтей, совершенно фантастических когтей. Это лягушка, которую еще называют лягушкой Росомаха. Лягушка это живет в Африке. И ее научное название волосатая лягушка. И не потому что у нее, как у млекопитающих, есть волосы, а потому что в брачный период у самцов на боках тела и на бедрах появляются такие очень тонкие волосовидные выросты кожи, которые действительно напоминают волосы. Зачем они нужны? Дело в том, что амфибии дышат в том числе и с помощью кожи. И вот эти выросты во много увеличивают площадь поверхности кожи. И, соответственно, эта амфибия в брачный период получает дополнительную порцию кислорода, довольно значительную, что оказывается очень важным. Но это не единственная странность волосатой лягушки. Волосатая лягушка обороняется при помощи совершенно фантастических когтей. Вообще, надо сказать, что для амфибий когти, как правило, не характерны. У небольшого числа видов существуют нормальные керосиновые когти. Правда, устроены они не так, как, например, у млекопитающих, присмыкающихся или птиц. Но, например, у шпорцевой лягушки на задних конечностях есть когти. Они состоят действительно из кератина, как и у других животных. А вот у волосатых лягушек таких когтей нет. Но в случае опасности у нее на задних лапах очень острые концевые фаланги пальцев, которые в момент опасности прорывают кожу насквозь. И получаются такие костяные когти. То есть они не кератиновые, это просто кость. Это кости фалангов пальцев. Чтобы вы поняли, что эти костяные когти волосатой лягушки являются серьезным орудием, мне хотелось бы зачитать цитату из книги Джеральда Даррелла Гонча и Бафута. Вот как он описывает свою встречу с волосатой лягушкой. «Однако лягушка не собиралась так легко отказаться от свободы. Она истошно завопила и стала отчаянно легаться другой задней лапкой, царапая мне тыльную сторону ладони. Боль была такая, точно кожу рвали иголками, и на руке появились глубокие царапины, которые быстро краснели и наполнялись кровью. Эта неожиданная воинственность существа, которого я считал совершенно безобидным, так меня ошеломила, что я невольно ослабил хватку. Вот лягушка легнула меня еще раз, дернулась, мокрая лапка высохнула из моих пальцев, внизу раздался громкий всплеск и по воде побежала серебряная зябь. Волосатая лягушка улизнула». Вот действительно удивительный совершенно способ защиты. Как же этот способ защиты работает? Действительно, концевые фаланги пальцев очень острые, и обычно они фиксируются под кожей при помощи специального такого костного образования, которое называется нодуль. Оно служит как бы фиксатором. Но в случае опасности этот фиксатор при помощи специальных мышц отодвигается, концевая фаланга острая прокалывает насквозь кожу, и получается действительно такой довольно острый коготь, которым лягушка защищается от врагов. При этом она себя травмирует неизбежно. Но, правда, надо сказать, что у амфибии очень хорошо развита регенерация, и вот эта вот рана, которую лягушка сама себе наносит, защищаясь, она достаточно быстро заживает. Ну, надо сказать, что вообще такой способ защиты есть не только у волосатой лягушки, есть еще несколько видов африканских лягушек, которые тоже используют аналогичный способ защиты при помощи костяных когтей. Итак, мы выяснили, что когти и ногти имеют единое происхождение, они состоят из кератина, и, собственно говоря, совершенно такое же происхождение и такой же состав у копыт животных. Копыт — это тоже такие вот кератиновые чехлы на фалангах пальцев, которые прикрывают фаланги, они довольно острые. При помощи них животное, во-первых, легко передвигается на пальчиках, он позволяет не скользить. Копыта острые, помогают иметь хорошее сцепление с грунтом. Вы знаете, что есть копытные, например, которые преодолевают огромные расстояния во время миграции, есть копытные, которые живут в горной местности и передвигаются по практически вертикальным скалам, именно благодаря копытам. То есть, на самом деле, вот такой вот копыт — это пальчик с керазиновым чехлом. И копыта — очень удобная штука. При помощи копыт можно не только передвигаться, можно, например, защищаться от врагов, потому что ноги сильные, копыта острые, ударом ноги своим острым копытом копытное животное даже может убить нападающего хищника. Ну а насчет втяжных когтей, конечно, вы знаете, что втяжные когти существуют у кошачьих. Вот у нас тут еще один стоит прекрасный экспонат. Это тигрица такого необычного светлого окраса. Практически у всех кошек когти втяжные, за исключением гепарда, потому что гепард очень своеобразным образом охотится. Он охотится примерно так, как это делают, например, волки. То есть, не подкрадывается к своей добыче, а свою добычу загоняет. И ему нет необходимости красок добычи. Когти он использует не для того, чтобы хватать и удерживать добычу, а для того, чтобы как шипы на кроссовках иметь хорошее сцепление с грунтом и не скользить, догоняя добычу. Ну что, Лен, мне кажется, мы ответили на вопрос достаточно полно. Дорогие друзья, пишите в своих комментариях все-таки, что вы считаете удобнее, когти или ногти? Да. Я за когти. Выбирайте. Я тоже за когти. Наша эволюция без ногтей была бы невозможна, но если прям можно было бы выбрать, когда мы уже все получили, я бы как игрунка тоже откатилась обратно. Не забывайте подписываться на наш канал. Приходите к нам в музей. У нас не только когти и ногти, еще много всего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok